Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Цариков Филиппов. Отдельная тема. Три минуты девятого в Екатеринбурге, радио Комсомольская правда. Александр Цариков, Павел Филиппов. С вами доброе утро, друзья. Да, доброе утро. Телефон, напомню, 3850923. Звонки, сообщения в WhatsApp, плюс 7953, 3850923. И обещали мы про деньги поговорить. Да, про зарплату и социальную справедливость, конечно же, да. С нами на связи Максим Марамыгин, директор Института стратегического планирования, профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита Уральского государственного экономического университета, доктор экономических наук. Максим Сергеевич, доброе утро. Доброе утро. Доброе. Ну, давайте про заработные платы, про социальную справедливость немножечко, да. Смотрите, озвучиваются разные данные. Значит, Свердловский областат озвучивает нам среднюю зарплату 80-80,5 тысяч рублей по региону. Да, Мишустин среднюю зарплату по России озвучивает как в 73 тысячи рублей. А вот простые люди слышат эти цифры и удивляются. Откуда вы их взяли? Да. У нас такого нет, у моего соседа такого нет, у моей жены такого нет. И какова методика расчета средней зарплаты? Ну, к сожалению, методика расчета Госкомстата, она достаточно такая простая, кондовая, не предусматривающая никаких как бы разночтений. То есть берется вся заработная плата всех людей, складывается и делится на количество человек. То есть среднее арифметическое. Такой подход, он, ну, температура, средняя температура больных по больнице. Да, вот этот старый подход. То есть мы сюда складываем директора, мы сюда складываем уборщицу, делим пополам, и выходим на очень красивый уровень заработной платы, который нереалистичен ни для директора, ни для уборщица. Но это как в том анекдоте, что кто-то ест капусту, кто-то котлету, в среднем все едят голубец, да? Совершенно верно. Совершенно верно. Средний арифметический, он, ну, в этом его плюс и минус, да? Как бы плюс в том, что считать просто. Просто все посчитали и поровну поделили. И никаких разночтений нет. А не очень хорошо, потому что он нереалистичный, конечно. А что с этим можно сделать? Вообще, вот такие вот цифры, наверное, хорошо смотрятся на бумаге и в отчетах, но для экономики, для того, чтобы на перспективу работать, о чем-то размышлять, к чему-то приходить, наверное, они слишком эффективны. Вы правы. Ну, давайте так. Во-первых, начнем с того, что за последние два года у нас очень серьезное расслоение в заработной платы в различных категориях населения. То есть, ведь когда, так сказать, Мишустин показывал вот эти вот огромные цифры, он не обманывал. Честно, арифметически эта цифра выходит. Просто если мы сюда посчитаем две категории, по которым доходы рванули за последние два года, это первая категория военнослужащие, занятые в горячих точках. Ну, на наших глазах произошло, начиналось все там с 250 тысяч, сейчас уже за 400 тысяч предлагают, да? То есть, как бы, ну, у нас на глазах этот рост. И данный контингент – это не тысячи человек, а несколько сотен тысяч, может быть, даже ближе к миллиону, то есть, общий контингент, который задействован и в горячей точке, и в обслуге, поэтому количество людей достаточно большое. И они дают действительно очень большой прирост. Это первая категория, которая повлияла. Вторая категория – это работники оборонных предприятий. Вот мы живем на Урале, да, Екатеринбург, Урал, мы живем на оборонной промышленности. Просто даже если пообщаться с людьми, которые работают на оборонных заводах, то заработная плата квалифицированных рабочих, которые заняты в оборонных предприятиях, подскакивала до 250-300 тысяч рублей. Просто потому, что этих работников очень мало. К сожалению, многие ушли на пенсию, им замены нет. И предприятия боролись с друг с другом, перекупая этих людей. А как можно перекупить? Только зарплату дать побольше. Да, логично. И ко мне, так сказать, тот же карусельщик, будешь получать не 150, а эти 180, эти 200 тысяч, эти 240 тысяч ждал. Главное – приходи, потому что у меня гособоронзаказ горит. А это сейчас уголовно преследуемый показатель. Ну да, да, да. За невыполнение которого. Поэтому вот эти две категории, они очень серьезно дали вот этот прирост среднего показателя. А как можно считать? Можно считать так называемый медианный показатель. Он более справедливый, но, к сожалению, он рождает больше вопросов, потому что он не очевиден. А что это за показатель? Ну, смотрите, мы просто берем, грубо говоря, всех людей по заработной плате, выстраиваем и не берем общую сумму, деля на всех, а просто вот выстраиваем ряд людей, да? Вот, допустим, там от 20 тысяч до 10 миллионов, условно говоря. Вот у нас там 100 тысяч человек выстроили. Вот где 50 тысячный находится, с какой зарплатой, вот это медианный показатель. То есть не 100 тысяч взяли сумму на 100 тысяч, разделили и посчитали средний показатель, а посчитали именно вот на такой пологой и в конце быстро растущей кривой, потому что она будет очень пологая. Потому что я вот беру данные статистики, но регионы с высокой зарплатой, их буквально с десяток из почти 90 регионов Российской Федерации. А мы в них попадаем? Львийный Атолий, мы нет. Мы на 29 позиции, Свердловская область, если говорить. Мы на 29 позиции в стране находимся. Ну, как бы если 90, это тоже не самый плохой показатель. Наши доходы в два раза почти выше, чем у самого плохого региона, это где Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, вот этот регион. Мы почти в два раза больше, чем у них. Но почти в три раза, так сказать, отстаем от регионов, кто впереди. Это Ямал, Чикотка, Камчатка. А вот у меня вот такой вопрос. Если есть такой перекос в сторону буквально-таки двух людских занятий, да, это работа на оборонке. Ну, а идти еще можно добавить. Ну, и военная служба. Что у нас происходит с экономикой, когда есть такой перекос? К чему это нас приведет? Ну, смотрите, здесь нет однозначного ответа, что обязательно плохо или обязательно хорошо. Потому что есть показатели и в плюс, и в минус. Что в плюс идет? Ну, давайте начнем с того, что вот мы начали с первой категории, это участники СВО. Деньги-то ведь получают не они, а их семьи. Откровенно будем говорить, да? Куда эти семьи с этими деньгами идут? Они идут в магазин. Соответственно, они создают платежеспособный спрос. Да, они, так сказать, идут в экономику, покупают нормальные вещи. Они ведь не за оружием идут. Они ведь идут за едой, одеждой, да, так сказать, за... Машинами? За квартирами в том числе, да. Совершенно верно. Они идут за обычными нуждами живых людей, да, вот, обычные нужды. Соответственно, они толкают вперед спрос, и они толкают вперед рынок по обычным гражданским товарам. То есть они создают возможность. То есть если у ребенка СВО нужна, так сказать, ну, я не знаю, репетитора, они его нанимают. Да, если надо, так сказать, музыкальную школу, они нанимают. То есть это все еще и сфера применения для гражданских людей, которые вокруг живут. Потому что они тратят эти деньги на обычные гражданские, так сказать, нужды. В этом смысле плюс, конечно. С точки зрения минуса, да, минус тоже есть. Это не совсем, так сказать, производительные затраты. Но мы исходим из того, что ситуация не самая стандартная. Я вообще думаю, что толкать вперед экономику военные вот такие расходы будут года до 27-го. То есть будет вот этот вот потенциал позитивного. То есть когда позитивные факторы доминируют над негативными, вот это 27-го, когда мы действительно будем плюсом получать этот прирост денег. После 27-го года, да, надо будет уже перестраивать экономику на гражданские рельсы, потому что это будет уже в негатив. Это будет уже тормозить развитие экономики. А ближайшие еще два года, два-три года, ну, да, мы будем плохо развиваться. При этих расходах. Смотрите, а все-таки давайте поговорим про тот самый эффект. Вот, знаете, нам просто периодически говорят, что вот есть у нас стройка, царь стройка, когда запланировано определенное количество метров квадратных жилья, которые необходимо сдать в год. И нам говорят следующее, что стройка, она производит очень большой мультипликативный эффект, то есть задействует смежные отрасли и так далее. На что я, например, предполагаю, что возьмем, можем взять любую другую отрасль промышленности, и она будет создавать примерно такой же эффект. Оборонка создает, да, безусловно. Машиностроение. Машиностроение, станкостроение, да, все что угодно создает такой эффект. Да, вот как с этой точки зрения, вот если посмотреть, что может создавать еще такие эффекты, например? Ну, многое, что может создавать, если честно. Может быть, моя позиция не очень как бы популярна, но я абсолютно убежден, что дальнейшее датирование ипотеки, вот этот пресловутый, так сказать, льготный эффект от стройки, да, он, мягко говоря, сильно преувеличен. Очень сильно преувеличен. И я абсолютно убежден, что этот эксперимент надо заканчивать, потому что, ну, вот я просто беру статистику, да, статистику последних трех годов. Как изменилось предложение недвижимости на рынке? Максимальный эффект, ну, примерно плюс 10 процентов. Неплохо. За три года. Так. При этом, как отреагировала цена на недвижимость? Если мы говорим Москву, это больше, чем рост, больше, чем в два раза. Санкт-Петербург 98 процентов, Свердловская область 92 процента. То есть, вся эта льготная ипотека, вот под шумок рассказов о том, что это мультипликативный эффект, это дает рост экономики, пока что дает гарантирован только рост цен и, соответственно, рост доходов, ну, подрядчиков, крупных строительных компаний, которые продают эту недвижимость. Поэтому, вот, на мой взгляд, к сожалению, ну, это не совсем правильная позиция. Опять же говорю, на мой взгляд. И позитивный эффект от льготной ипотеки давно исчерпался. Ну, похоже, что только сами застройщики получают выгоду, потому что есть еще одна история, сейчас я про нее скажу. Саша, подожди, можно короткий вопрос? Максим Сергеевич, скажите, пожалуйста, а кто датирует льготную ипотеку? Датирует федеральный бюджет, потому что, ну, за счет нас с вами. То есть мы, да? Мы с вами, понятно, хорошо. Налогоплательщик. Чтобы просто знали и помнили. Так, прости. Да-да-да, вот маленькая ремарка. Еще ведь ввели мораторий для... Проверки. ...на проверки тех самых застройщиков. Если они вовремя не сдали квартиры, вовремя не сдали дома, теперь тебе очень сложно будет с них что-то получить. Мы тут читали просто в выходные колонку одного обозревателя, одного из порталов, да, который описывал свое мытарство, что она уже год не может въехать в квартиру, потому что, ну, просто застройщик затягивает сроки и ничего-то с ним не может сделать. А ей написали, что она, когда потребовала с ней компенсацию, что она пытается незаконно обогатеться за счет. Ну, такой, в общем. Ну, есть такая проблема, к сожалению. Ну, то есть это как раз-таки про то, что... ...про то, что, по большому счету, зарабатывает только нормально вот тот самый девелопер, а остальные все такие стоят и в удивлении посмотрят на рост цен и на то, что право как будто бы у тебя, как у человека, который эту недвижимость покупается, но это все меньше и меньше. Совершенно верно. Потому что под шумок рассказов, что мы делаем ипотеку более доступной за счет того, что она становится более дешевой, как бы, мягко говоря, не обращается внимания, что цена этой недвижимости стала в два раза дороже. Соответственно, я бы не сказал, что у нас недвижимость стала более доступной. Ну да, ну да. Такой еще момент, смотрите, мы просто... Давайте вернемся к доходам и к социальной справедливости. Знаете, у нас просто периодически там говорится о том, что вот у нас черта бедности там такая-то и такая-то, да. Если на рубль, на 100 рублей и больше, то уже не черта бедности. Но, насколько я знаю, у нас в государстве утверждена, например, методика понимания, когда человек переходит в средний класс. И это 6 прожитых минимумов в месяц. То есть на данный момент это 115 тысяч рублей по душе... Я подчеркиваю, не доход работающего человека, а по душевой доход... То есть, считая ребенка, пенсионера в семье. Читая ребенка, пенсионера и так далее. Да, на семью, например, после налогообложения. То есть примерно 115 тысяч рублей в месяц получается. Вы согласитесь с такой цифрой? Ну, давайте так. Все зависит от того, что закладывать в показатели среднего класса. На мой взгляд, показатель несколько завышен, потому что с позиции Швейцарии, наверное, да. С позиции Германии, Франции, наверное, да. Да, с позиции более таких спокойных рынков, да. Допустим, той же Восточной Европы. Но, наверное, это несколько завышенный показатель. Но, опять же, все зависит от того, какая задача ставилась, чтобы показать вот эту черту среднего класса. Если мы выводим эту черту для того, чтобы перейти и создать базу для формирования, ну, скажем так, прогрессивной шкалы налогообложения, тогда, да, тогда этот подход, он, скажем так, обоснованный. Справедливый. Потому что 115, да, он справедливый. Если показывать, что вот это именно тот уровень жизни. Видите, ведь в расчете, например, той же уровня инфляции и еще целого ряда показателей, связанных с показателями уровня жизни, все не очень просто, потому что есть разные страны, и в каждой стране свой стандарт жизни, да, то есть тот пресловутый, кому щи пустые, кому жемчуг мелкий, да. Ну да. И это ведь отражает сложившийся стандарт. Для одного человека стандартно, так сказать, там, ну, нормальный уровень жизни, когда у него в квартире там количество комнат по отношению к числу членов семьи плюс один считается, да. Ну, такой западноевропейский подход немножечко, да, что у каждого по комнате, плюс есть еще общее помещение. Ну, наверное, не совсем будет правильно говорить, что это стандарт в России, да, что, ну... Ну, понятно. Я не говорю, что все должны жить в одной комнате, да, но все-таки количество членов семьи плюс один, наверное, не самый массовый стандарт для нашего общества. Соответственно, говорить, что люди, так сказать, нормально живущие только вот в этом стандарте, это не совсем правильно. Госкомстат для каких-то целей, очевидно, да, то есть принял эту методику. Зачем он ее такой принял? Не знаю. Надеюсь, что для обоснования прогрессивной шкалы налогообложения по подоходному налогу, обсуждение которой ведется все активнее, и я не удивлюсь, если в ближайшие несколько лет мы вернемся вновь к реально прогрессивной шкале налогообложения. А какой она может быть? Вот мы как раз подошли уже к тому самому моменту, да? Да, к одной из главных тем. Давайте, кстати, напомним, что она, в принципе, у нас уже сейчас есть. Да? То есть те, кто получает... Ну, такой немножечко упрощенный шкал, потому что, ну, это не то, что было в советское время, когда, так сказать, ты понимал, что вот зарплата там до 80 рублей один налог, от 80 до 100 рублей другой налог, от 100, ну и так далее, да? То есть как бы шел, так сказать, небольшими шагами ежемесячный доход, и в соответствии с ним уже был уровень налогообложения. То есть мы к этому пока не пришли, пока речь идет только о достаточно больших суммах, да, миллионах рублей, за пределами которой начинается чуть более повышенная шкала налогообложения. Вспомним, последняя прогрессивная шкала налогообложения заканчивалась 35%. У нас сейчас все-таки 13-15%. Поэтому говорить о каком-то серьезном, ну, серьезном прогрессе в шкале, ну, пока что смешно, пока это так, наметки. Смотрите, то, что уже озвучивалось, но, опять же, озвучивалось не на официальном уровне, то тоже нужно... Ну, в формате слуха, в формате слуха. В формате обмолвок. Что сейчас, ну, понятно, что те, кто будут свыше 5 миллионов рублей в год зарабатывать, у них там повысится, насколько я понимаю, та самая шкала еще повысится. А вот 15% якобы, еще раз подчеркиваю, якобы будут платить те, кто зарабатывает свыше 1 миллиона. Но ведь 1 миллион – это не такие большие деньги. Да, достаточно скромная история. Это как раз-таки та самая средняя заработная оплата по региону, которую вот нам насчитывает Росстат. Согласен, но давайте так, это один из вариантов. Один из вариантов, да. В режиме 100 тысяч в месяц, то есть 1 миллион 200 в год. То есть слухов много, да, то есть подходов много. Посмотрим, как они будут реализовываться. Посмотрим, если мы выйдем на где-то 1,5-2 миллиона в год для шкалы. Опять же, давайте будем говорить, смотри, какая шкала. Она может начинаться от 12-13% и уходить до 35%, как это было в советское время. Тогда вот эти вот, прибавляясь по 3-5% с определенным шагом, мы можем подходить с позицией налогообложения и сверхприбыли, которая действует во многих развитых странах, доходя в своей шкале до 75%, а иногда до 90%. Поэтому давайте дождемся подхода. Я думаю, что правильнее в миллион держать шкалу перехода от минимальной до второй позиции, условно говоря, 13-15%. Это было бы справедливо, если, допустим, с 1,5 миллионов будет 20%, я условно говорю. С 2 миллионов там 22, с 3 миллионов 25, ну я условно говорю, да. То есть если вот эта шкала будет реально прогрессивная подниматься, то да, то первый уровень истечения в годовом исчислении миллион, это вполне обоснованно. Про эти цифры, кстати, тут слышал очень смешную реплику из серии. Если есть слухи, касающиеся каким-то повышением, изменением, выбирая самый худший слух, скорее всего, он правда и окажется. Вот смотрите, просто многие сравнивают систему налогообложения в разных странах, говорят, что у нас одна из самых социально справедливых, но у нас налоги на труд, хочу напомнить, достигают 43%, если ничего не путают, да? Да. 43%. Ну, то есть подоходный плюс социальные выплаты разного характера. Совершенно верно. Да. Системы налогообложения, правда, отличаются в разных странах. Ну, например, просто в тех же самых Соединенных Штатах. Кстати, средний налог там составляет сейчас, я посмотрел, 15,3%. То есть те, кто говорят 50, не правы. 15,3% средний подоходный налог в Соединенных Штатах. Другой момент, что они платят все другие налоги на труд, которые у нас включаются. Когда у нас налоговым агентом является работодатель... И который сам этим занимается. Они это платят сами. Ну, то есть там социальное страхование и прочее, прочее, прочее. Вот. Но, например, там есть такая история, и во многих странах она есть, как налогонеблагаемый минимум какой-то. У нас мы этого лишены, правильно? Да, вы понимаете, вот вообще, вы затронули очень интересную тему. Это идеология налогообложения. Да, да, да. На самом деле у нас идеология налогообложения осталась советская. Вот у нас почти все с периода Советского Союза уже, так сказать, переделано, перестроено, и многие отношения стали, ну, скажем так, более рыночно-капиталистические, да? А вот система налогообложения, она до сих пор осталась советская. Что значит советская? Вы помните советский, так сказать, подход, что сам человек ничто, главное коллектив. Да, да. Так сказать, доходы человека ничто, это все неинтересно, главное все должно быть в коллективе. И система налогообложения, она точно такая же. То есть главный упор в налогообложении делается не на физлицо, а на юрлицо. То есть главные налоги платит юридическое лицо. Поэтому все социальные платежи, которые должен вносить сам человек, за него вносит работодатель. Это, ну, достаточно, так сказать, понятная советская система. Что она дает? Во-первых, она дает в массовом сознании у людей отрыв доходов государства от своей заработной платы. Почему? Потому что люди видят в своей заработной плате 13%. Все. Они не видят, что реально с их зарплатой платят. Те же пенсионные взносы, тоже медицинское страхование, тоже социальное страхование, да? Все эти платежи. Они их не видят, они себя не ассоциируют с этими платежами. Реально. Что это их денег идет, реально. Да, платит другой человек, но если бы не так, то эти бы деньги пошли к ним. Ну да. И, так сказать, отзвуком этой системы является отрыв в массовом сознании у людей своих денег и денег государства. То есть люди не понимают, что те государственные доходы, которые есть, это их деньги. Вот у Маргарет Тэтчер, может помните, была шикарная фраза, да? Нет государственных денег. Есть деньги налогоплательщиков. Совершенно верно. На самом деле очень существенная фраза, очень глубинная, и она вот мегафилософская. Я бы хотел здесь, знаете, какую заметочку еще сделать. Многие говорят, что есть у нас крупные компании-налогоплательщики, но эти компании не смогли бы платить налоги, там налог на добычу полезных ископаемых, например, если бы эти полезные ископаемые не добывались людьми. Совершенно верно. Совершенно верно. Потому что эти деньги приходят без них и уходят без них, но они приходят на них. Ну понятно. И не видя этих денег, они не понимают во многом, что все государственные расходы, это расходы их денег. Это их деньги. Просто они по-другому расходуются. А раз они не понимают этого, то и спрос к власти несколько ниже. Потому что когда придет массовое сознание того, что это мои деньги. Но представьте, мы бы сейчас даже берем только социальные платежи. Вот просто социальные платежи. Работяга приходит на кассу, ему платят 100 тысяч рублей, он видит, что начислено 115, я условно говорю. 15 подоходный налог. А если он увидит, что ему начислено 160 где-то тысяч, У него будут вопросы уже. Совершенно верно. Причем 60 ушли в налогах. Это и подоходный, и социальный, и все. Он, наверное, будет немножко по-другому спрашивать. Ребята, а где бесплатная медицина, я на нее плачу. А где достаточная пенсия, я на нее плачу. Максим Сергеевич, спасибо большое. У нас, к сожалению, заканчивается уже время. С нами на связи Максим Марамыгин, директор Института стратегического планирования, профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита УРГЭО, доктор экономических наук. Мы сделаем небольшую паузу, а совсем скоро поговорим о работе. Не переключайтесь. Сариков Филиппов Отдельная тема Бесконечно можно слушать три вещи Похвалу начальства, Шум дождя и радио Комсомольская правда Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую Продолжение следует...